Дарья Галимова С более сонным голосом Мама, кушать, да, прям с просолем Да, примерно так И мама быстренько к плите И что-то там, что-то быстренько Это вот проблема, да, что-то придумать каждое утро, нет? Или есть уже все-таки определенные наработки? Это очень ограничено, очень скромно Ну, а потом уже сама мама кушает, правда? Вы позавтракали сегодня? Конечно Ну, это очень радует Ну, теперь давайте перейдем уже к предмету нашей беседы Сегодня мы говорим о грамотности Вот как вы можете оценить, может быть, да, как специалист Или как вы считаете, насколько сегодня амурчане наши грамотные? Хорошо ли они? Правильно ли они говорят? В целом уровень грамотности в настоящее время невысок И я могу судить по студентам, с которыми я общаюсь постоянно Речь их недостаточно грамотная Недостаточно богатая, недостаточно выразительная, к сожалению А есть какая-то тенденция, Дарья? Ну, то есть, вот, допустим, год от года студенты приходят Ну, абитуриенты приходят Все безграмотнее или безграмотнее Или, может быть, какая-то волна есть И все грамотнее? Да, в один период было неграмотно, сейчас становится грамотно Потом опять неграмотно Или, может, наоборот, в рост все грамотнее и грамотнее Какая-то тенденция? Если вы наблюдаете... Хотелось бы, чтобы тенденция была положительная Но вот за 10 лет преподавания я отмечаю, что с каждым годом Студенты все-таки становятся слабее и слабее, к сожалению Конечно, в каждой группе есть люди, которые умеют выражать мысль грамотно Которые умеют говорить и писать Но очень много тех, кто не способен сформулировать мысль достаточно четко, логично, ясно, однозначно К сожалению, это так Но вы как филолог, как считаете, чего не хватает в речи? Не хватает людям начитанности Они очень мало читают, очень мало знают Это отражается в их речи Не хватает умения подбирать слов Это опять же связано с тем, что люди стали... Ученики, школьники стали гораздо меньше читать И вот такими неподготовленными они приходят в речи Ну, собственно, статистика это подтверждает Потому что среди старшеклассников более чем 60 стран провели экспертизу И старшеклассники России оказались где-то в районе 37-40 места По разным позициям знания своего родного языка А на первом месте, как ни странно, оказались школьники Шанхая То есть китайцы очень серьезно и углубленно изучают свой язык Кстати говоря, многие россияне тоже изучают А вот на протяжении учебы студенты становятся все-таки грамотнее, как студенты Потому что прошла информация такая, что студенты выпускаются со знанием Примерно 4-5 тысяч слов родного языка Но я вот знаю, что знание иностранного языка на этом уровне Я думаю, что больше, наверное, мы знаем Ну, нам так хочется денег Ну, расспейте наши сомнения, пожалуйста, дальше Конечно, за время обучения они развивают свою речь Естественно, они узнают много нового И это позволяет им и говорить более грамотно И более компетентно о чем-то высказываться Но, к сожалению, то, что речевые ошибки у студентов 5-го, 4-го курса сохраняются Это факт Вот я в детстве очень любил собирать вот эти вот выдержки и сочинений Моя любимая книга «Три Бертаньяна» пишут в школе А вы вот собираете такие какие-то изречения смешные, курьезные, может быть, ваших студентов? Могу несколько фраз привести Например, русский язык не потерял могучее и величие А могучее и величие Вообще, они умеют придумывать новые основания Сейчас, Дарья, вы, ваш сын, вы не сидите А еще что не сидите? И зрители всех разлешатся Так, а еще что? От лица ваших студентов? Тут, знаете, очень много печальных фактов Культура не дает человеку говорить прямо К сожалению, да Причем человек, что думал, то и сказал, в общем-то, да Культура не дает ему выражаться Запрещает же организмы использовать А вот кто кастериноваться Культура не дает Ну что ж, я думаю, сейчас самое время узнать, насколько грамотны наши амурчане Давайте посмотрим специальный соцопрос населения Ну а далее вернемся к нашей актуальной теме Доброе утро! Сегодня мы решили узнать, насколько грамотны жители нашего города И предложили несколько заданий Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Увы, из 14 опрошенных никто не справился с нашим заданием Но двое совершили только одну ошибку Слово из-под тяжка не далось никому Продолжаем беседу с нашей интересной гостьей И напоминаем, что в гостях у Апельсинового утра Дарья Гаримова, кандидат филологических наук И доцент кафедры русского языка Амурского государственного университета Дарья, ну вот расскажите нам Какие наиболее заметные тенденции В последнее время произошли в языке Какие изменения теперь характерны для русского языка? Наиболее заметна же организация языка Наиболее заметно большое количество заимствований И одна из, пожалуй, тоже основных тенденций Это изменение письменной речи в интернете в частности Ее сближение с устной речью С разговорной речью, конечно Трансформация, да? Да, своеобразный тип интернет-коммуникации Но это, опять же, я так понимаю, что это почва для защиты докторской диссертации Язык, он же как живой организм Он постоянно развивается Вам, как ученым, есть что наблюдать, есть что изучать И есть на чем, собственно, защищать свои научные работы Вы еще не задумывались над этим? Я в нескольком ином аспекте работаю Ну что ж, ладно А вот что касается сети, да, раз уж вы затронули Скажите, получается, что язык сети играет какую-то роль Вот в нашей уже повседневной жизни? Влияет на нашу речь? Влияет, но в первую очередь на речь молодого поколения Чье языковое сознание еще недостаточно сформировано На речь тех, кто, стремясь за модные нынче тенденции Искажать слова, коверкать их В общем-то, преуспевает в этом, конечно Потому что есть мода, мода на то или иное выражение Это в интернете очень явно видно Дарья, а как вы относитесь к тому, что, например, французы Жестко карают, если в литературе где-то На печатных страницах, да, печатных изданий Или где-то по телевидению, по радио Прозвучали какие-то ненужные, с точки зрения французов Слова иностранные И сразу же людей, которые это произносит, штрафуют деньгами Может быть, вот как вы считаете, есть смысл в Россию вводить что-то подобное? Рублем наказывает Рублем наказывает С этой точки зрения цензура не была бы лишней, наверное, в нашей стране Потому что она позволила бы Ограничить тот поток же организмов Который сейчас очень активно влился Идет со страниц Печатных средств Со страниц Телерадиоэфира И, конечно, это бы Несколько повысило Уровень грамотности общего Потому что люди все равно обращают внимание на то, что звучит На то, что читают они Это тоже влияет на их общий уровень Дарья, а вот вы сказали, что трансформация языка, которая сегодня происходит в обществе Это некая мода, да? Но ведь говорят, что мода проходит И хочется верить, что, может быть, и эта мода Вот на коверкывание слов тоже пройдет Как вы считаете? Конечно, пройдет и сменится новой модой На другую Другую Дарья, у меня ситуация такая То есть, вот когда кто-то из моих родственников говорит Олег, принеси мне ту баретку, которая в калидоре около резетки стоит Ну, там, например Мне неудобно поправлять своих родственников Я детей еще как-то могу Ну, я и стараюсь их поправлять Как вот вы, все-таки вы специалист Вы поправляете своих родных, близких Когда они делают какие-то ошибки или нет? Я так действую только в отношении ребенка Потому что это формирующийся человек Его можно поправлять И, конечно, по отношению к родственникам Это было бы некорректно, невежливо Детей, да, естественно, нужно учить А вот что касается детей Может быть, тогда поподробнее расскажите нам Вот с какого возраста, может быть, стоит начинать формирование языковой культуры у детей Чтобы они говорили правильно Произносили все слова верно Это стоит делать, пожалуй, с рождения Потому что от того, как разговаривает мама Сюсюкает она или нет Зависит то, как будет разговаривать ребенок в дальнейшем Если речь мамина литературная То, естественно, ребенок растет в определенной языковой среде Которая позволяет ему в дальнейшем быть более грамотным И, может быть, более Быть более устойчивым к различным языковым изменениям Изменениям во внешней среде То есть, мамы сюсюканили Не нужно этого делать Конечно Уже в начале передачи я об этом сказал Что вот ученые, а у нас сегодня сидит специалист Ученый человек Поэтому вот они так говорят Что нужно говорить правильным, красивым, русским литературным языком Дарья, сегодня все-таки праздник филологов Мы хотим, конечно, и вас поздравить в вашем лице Всех филологов при Амуре нашей страны Может быть, вы несколько слов скажете Хороших, теплых своим коллегам Конечно Я поздравляю всех, кто работает со словом Кто работает с языком Лингвистов, переводчиков, литературоведов Учителей, словесников, преподавателей Поздравляю с днем филолога Желаю успехов на этой нелегкой почве Да, и вам, конечно же, успехов Спасибо огромное, что посетили нашу студию Просветили и нас с Олегом, и наших телезрителей